Дрались Песня о двух друзьях звучала в осажденном Ленинграде, как и другие замечательные произведения военных лет, воспевавшие дружбу, взаимную помощь и уважение. Торжественные события в честь 77-й годовщины освобождения города на Неве от блокады 27 января проходили во многих культурных центрах курортного района Петербурга. В Александровской этот праздник, 15-й год, отмечают музыкальным концертом. Приглашаю в библиотеку местных жителей. Те, кто прийти не смог, имели возможность насладиться прямой трансляцией концерта на интернет-страничке библиотеки. Через горы, реки и долины, сквозь терку огонь и черный дыр. Мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорожкам, фронтовым, и путь дорожка. Фронтовая не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома, где лапа помирать нам рановато. Анатолий стал обучаться игре на аккордеоне несколько лет назад, благодаря счастливой случайности. Один его приятель просто отдал Анатолию инструмент. Анатолий заинтересовался аккордеоном и нашел хорошего педагога. В совместном исполнении прозвучали песни «Бомбардировщики», «Дождливым вечером», «На поле танки грохотали» и, конечно, «Ладога», которую, по традиции нашего города, исполнили стоя, в честь подвига жителей Ленинграда и в память о спасительной дороге жизни по Ладожскому озеру. Но есть же еще одна песня. И наша дорога жизни. Лесинос-Горская, Кронштадт-Ароненбамм. Малая дорога жизни. И на Тарховском кладбище, и в Горске, и Пискаревка, и Серафимовская везде лежат мои близкие и родные. А кто-то лежит в неизвестных могилах. Один дед лежит на Синяминских болотах, мы не знаем где, это по отцу. А второй защищал Карельский наш укрепрайон и тоже в общих могилах. Это святой праздник. И пока живо наше поколение, а я и думаю, то, которое за нами идет. Это будет один из главных праздников, что бы ни говорили. Как бы ни изменяли историю. История в нас самих, в нашем сердце, в душе. Сотрудники библиотеки ко дню Ленинградской победы сделали подборку тематической литературы. Сестрорецкие ребятишки подарили свои рисунки. А местная жительница Тамара Павловна Кряжева подготовила уголок памяти, который справедливо заслуживает отдельного внимания. Интервью с этой замечательной женщиной мы представим в нашем следующем репортаже. О событиях прошлого мы узнаем от бабушек и дедушек. А сами каждый день ходим по земле, которая несет в себя память героической истории нашего города. Мы всегда об этом вспоминаем. А как же об этом не вспоминать? Потому что вспомните всю эту дорогу, кто ездит на общественном транспорте на машине или идет пешком в Сестрорецк. Вы проходите Тарховка, противотанковые укрепления прямо около платформы находятся. Сама платформа Тарховка. Это тоже, может быть, потом, когда-нибудь там возникнет мемориал. Если вы не знаете, кто позабыл, рядом Тарховское кладбище, Сестрорецкая, Пискаревка. Весь берег Финского залива. Это тоже, можно сказать, как один огненный рубеж. Там тоже и противотанковые укрепления, и дот на Тарховской косе. Уж не говоря о Сестрорецке. Там весь 39-й километр. Вся земля еще до сих пор, она вся изрыта окопами. Подвиг ленинградца вдохновляет молодых людей. В программе концерта аккордионистов была песня «Георгевская ленточка», написанная поэтом и гармонистом Игорем Растеряевым, под впечатлением от рассказов своих родных, переживших блокаду Ленинграда. А наутро все стрелет, полетит куда-то, И попрена пулемет, шипал улезгада. И деревья в северном, пусть растут горенья, В этом славном бою, в месте преступление. Причудесный уголок, не леса, а сказка, Но ступил не бугород, в глядь, не таска, Чуть копнул, и вот тебе, как и лоб-галушка, И над этим, как всем, ягода-морошка, Над землей весит зима, молот и прекрасен. Электричка приезжает, а станция попракса, В небе аромат гусей, скоро будет летом. Девочка-сулья-гассия поправляет ленту. Девочка-сулья-гассия поправляет ленту. Это направление в Сестроведске вообще, оно обладает некой энергетикой, и в Александровском мы второй раз с Павлом выступаем. Ну, вы знаете, такая домашняя обстановка, очень приятно, очень приятно. Когда сюда едешь, правда, виды открываются шикарные. Я сам как бы не с севера города, да, там на юге, но как бы когда сюда приезжаю, такое какое-то спокойствие, умиротворение. Хочу добавить огромное спасибо тому человеку, кто отдал инструмент вам и не выкинул его, потому что музыкальные инструменты выкидывать нельзя. Лучше их сдайте куда-нибудь в комиссионные магазины или еще куда-нибудь. Или как-то в моем случае отдать знакомым, может быть. Да, да, лучше так. Спасибо вам огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!